Это социальная защита, это возможность более активного участия и вооруженных силы СССР в защите населения. Но прежде всего мы говорим о последствиях, связанных с социальной защитой, то есть восстановлении жилья, деятельности в строительных подрядных организациях по восстановлению хозяйства на этих территориях. И сейчас в условиях активизации этих боевых действий, которые предпринимает украинская сторона, конечно же, жители нуждаются не только в вооруженной защите, жители нуждаются и в гарантиях жизни, благополучия. А это связано, конечно же, с действиями, в том числе и финансовых властей, то есть правительства Российской Федерации. То есть необходимо платить пенсии, необходимо заниматься восстановлением хозяйства. И все это возможно только при условии вхождения этих областей на правах в субъектах Федерации, в состав Российской Федерации.